В этом видеоролике я хочу протестировать систему оплаты в тайских батах в интернет-магазине Лучшая из Таиланда, BestFromThai. Ко мне обратился мой знакомый массажист и попросил заказать тайские бальзамы для работы. И поэтому я буду пользоваться тем списком, который он хочет заказать. А оплату хочу произвести в тайских батах. Итак, составляем заказ. В настоящий момент у меня выставлена валюта рубли и все цены на сайте я вижу в рублях. И как обычно составляю заказ, добавляю товары в корзину. В настоящий момент на сайте проводится акция и, как видите, периодически всплывает окошко с предложением добавить подарок в корзину. Поэтому пользуюсь этим предложением и добавляю. Итак, заказ я составил. Как вы видите, общая сумма его составляет 5837 рублей. 5837 рублей. И теперь я хочу оплатить этот заказ в батах. Для чего мне нужно это сделать? Ну, во-первых, я хочу протестировать, как это работает. Во-вторых, я знаю, что если я оформляю заказ в батах, то у меня будет на почте уведомление для таможни, которое поможет мне в случае, если таможня захочет насчитать лишние таможенные платежи и лишние налоги за мою посылку. В этом случае я смогу им показать документ, в котором будет указана реальная стоимость товара, уплаченная в тайских батах. И этого документа будет достаточно для того, чтобы оградить себя от возможных проблем с лишними таможенными платежами. Кроме того, оплачивая заказы в тайских батах, у меня появляется возможность оспорить с поставщиком этот заказ в случае, если ко мне посылка не придет по каким-либо причинам. Либо, если ко мне придет посылка, а содержимое ее будет не соответствовать тому, что я заказывал. В случае с интернет-магазином BestFromTie это вроде бы не настолько критично, никогда здесь не возникало проблем. Но, тем не менее, лучше иметь такую возможность на случай, если будет какая-либо техническая ошибка, сохранить себе такую возможность. Итак, в правом верхнем углу сайта я меняю валюту рубли на тайские баты. Это буковка B. Страница перезагружается и общая стоимость у меня составляет уже 2869 тайских бат. Переходим к оформлению заказа. Поскольку я ранее уже делал покупки на сайте, у меня автоматически подтягиваются мои данные. Если же вы новый клиент, то в этом случае вам нужно зарегистрироваться. Указать имя, фамилию, email, адрес. Адрес доставки и номер телефона желательно тоже указывать. Так, я же указываю свои данные. Перехожу к оплате. И здесь нужно будет нажать на единственный возможный вариант. Оплата банковской карты без процентов через форму оплаты. К оплате принимаются банковские карты Visa, MasterCard. И в том числе система МИР, выпущенные банками России, Украины, Белоруссии, Казахстана и так далее. Нажимаю на этот способ оплаты. И я вижу подтверждение заказа, что заказ успешно сформирован. Менеджеры уточняют на складе комплектацию вашего заказа. После уточнения вам пришлют письмо с ссылкой, перейдя по которой вы попадете на страницу с формой оплаты для оплаты банковской карты. Так, ну а я перехожу в свою почту и мне на самом деле пришло уже письмо от интернет-магазина «Лучший из Таиланда». Спасибо, что оформили заказ на нашем сайте. Все позиции в наличии для оплаты заказа перейдите, пожалуйста, по этой ссылке. Я нажимаю на ссылку и открывается вот такая форма. Здесь мне нужно указать свой адрес электронной почты. Именно на этот адрес придет подтверждение от системы ОМИС. И нажимаю на кнопочку «Pay by Card» – «Заплатить картой». Открывается вполне понятная всем форма, в которую нужно ввести данные карты. Я указываю все необходимые данные для оплаты картой. С этой процедурой большинство из вас, наверное, уже знакомы. И нажимаю синенькую кнопочку «Заплатить сумму в батах». Выводится подтверждение о том, что платеж прошел успешно. И документ об оплате будет выслан на мой адрес электронной почты. Здесь же указано адрес интернет-магазина, в адрес которого был совершен платеж. Ну и тот комментарий, который я указал. Проверяю свою электронную почту. И я вижу подтверждение. От системы ОМИС пришло письмо с подтверждением о том, что интернет-магазину «Bestfromtai.ru» был осуществлен платеж на сумму 2840 бат. Есть ID транзакции. Это уникальный идентификационный номер, который присваивается именно этому платежу. И я так понимаю, что в случае возникновения каких-либо проблем, вот именно через вот эту систему и через этот ID можно будет решать все свои проблемы. Заказ оплачен, оплата произошла, прошла успешно. Как говорят математики, что и требовалось доказать. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.